Всем привет, уважаемые друзья! Street Fighter V на ваших экранах легендарная в прошлом игруха, которая была где только она не была вообще. Она выходила и на игровых автоматах, и на приставках, и на персональных компьютерах, и сейчас вот я играю на PlayStation 4. В общем, что я вам могу сказать? Играется очень сложно. Я уже забыл комбинации, потому что играл в нее в 90-е годы когда-то. Ну как в нее, не в пятую сейчас, конечно, а там первая, вторая сейчас была в 90-е годы на 8-битных приставках. И уже я нифига не помню абсолютно, что нужно нажимать, в какой момент, и какие кнопки комбинировать для того, чтобы получилась красивая серия ударов. Поэтому приходится нам импровизировать на ходу. Вот, например, сейчас я выбрал персонажа, которого зовут Рю, одел его в такой интересный спортивный костюм. Вообще, кто играл в Street Fighter, знают, что по классике Рю носит кимоно. Спортивный костюм он не особо любит. Хо, видите, ребята, я ни хрена не помню, что нужно нажимать. Вот этот вот хер, которого зовут Берди или Берди, он, конечно, не отбивался особо, но даже он для меня стал огромной проблемой. Что хочешь есть? У меня есть немного на то. Мне нравятся вот эти вот после боя, вот эти базары за жизнь, это, конечно, что-то. И у каждого персонажа есть свои фразы. Особенно интересные фразы у качка по имени Зангиев. Он, когда говорит фразы после боя, то в каждой абсолютно его реплике присутствует высказывание про силу мышц. Он очень любит про мышцы говорить. Он постоянно говорит о том, что мышцы – это преимущество, и что особенно он хвастается трапециевидной мышцей. Не знаю, правда, где она находится, но вот Зангиев ей очень хвастается. Своей трапециевидной мышцей. Но это, по-моему, возле шеи и возле плечей трапециевидная мышца. Если я правильно понял. Так, следующий наш избиваемый – это чувак по имени Зеку. Будем мы Зеку бить. Еще вот очень нравится мне в этой игре делись броски и… ХАДУКИН! Ну, делай Хадукин. Вот падла, не хочет Хадукин делать. Возможно, надо, чтобы он накопился. Может быть, Хадукин? Нет? Я даже не знаю. Это, может быть, какой-то тайм-аут должен быть между выполнением этого приема. О, Хадукин он его забил. Короче, Хадукин – это выброс энергии Ки, когда боец собирает всю внутреннюю силу и запускает ее на расстоянии. И она обретает такую мощь, что даже визуализируется. Определенно чувствуется глубина приемов, освоенных благодаря постоянной дисциплине. Так, следующий боец, которого мы выберем, это будет либо Эбигейл, либо Лючия. Ну, естественно, мы выберем Эбигейл, потому что он такой более харизматичный дядька. Эбигейл, Эбигейл. Что-то я такого даже персонажа не помню. Я помню, Дхал Сим был персонаж в Стритфайтере. Ну, это имеется в виду в 90-е годы, в которые я играл. Это Дхал Сим – это йог, который может удлинять конечность и сгибаться там разными способами. Потом сумоист Хонда был такой жирный, огромный чувак. Он постоянно дрался в своем доджо. Да и все. А, Бланка или Бланк, или Бланка, был такой типа дикого человека. Он на зверя похож. Ох, нихрена себе. Смотрите, какой это Тебегейл здоровый. Офигеть. Он садится, когда он даже сидя выше, чем мой чел, стоя. Я в шоке просто. А ну-ка, бросить я его смогу. Смог, смотрите, я этого коня здоровенного бросил. Попробую еще раз. Опа, бросок через себя. Получай, Козлевич. Блин, ну нифига себе. Это вот японцы, по-моему, да, игру делали? У них такое вот чувство, что они сами маленькие и постоянно хотят что-то большое нарисовать. Вот, например, игра Fist the North Star, в которую я недавно играл на своем канале. Так, там тоже таких уже здоровенных мужиков рисовали. Здоровые плечи, грудь, такие мышцы конские. Капец просто. И что самое интересное, маленькие головки и глазенки такие небольшие. Еще вот обратил внимание, что метод рисовки, что комикс этот, North Star, что игра, там рисовка такая, у всех тоненькая бородка. Вот особенно бойцов, если брать, у них бородочка такая тоненькая, капец. Вот если бы визуально представить с таким подбородком череп, то это очень смешно череп будет, как у инопланетянина башка такая, каплевидная. Только капля острой стороной вниз получается. В общем, японцы, вы дипе. Я что хочу сказать, дикие ребята, японцы. Так, Сагат будет драться против нас. Это боец Мойтай. По сути, мы каратисты с вами. Будем драться Мойтай против карате. Хадукин, паскуда. Хадукин, сволочь ты такая. Так, сейчас я реверсал на капли и попробую суперсилу против него применить. Если он, конечно, не разрежет. Пока что налетаем, отходим, уходим в блок, запускаем. Хадукин у меня вот не получается. Почему не получается Хадукин? Подожди, мужик. Ну вот ты не сволочь, что ли. Дай Хадукин сделать, сволота. А то сейчас буду через себя кидать, падлу. Хадукин, кстати, фигула отнимает. Так, ну что, делаем эту штуку. Так, кулаки заколдовал. Это типа что, я урона не гречу? Все. Отовальня. Фагат побежден, и мы выиграли весь чемпионат с вами. Суровый Рю. Что он нам скажет в этот раз? Надеюсь, мы сможем сразиться снова, говорит Рю. И молча уходит в закат, сверкая накачанной жопой. А мы будем с вами читать сейчас историю, которая нам будет дана по завершении аркадного режима. Молодой Рю бросает вызов сагат, императору Муэйтай. В конце концов, император остается с глубокой раной в груди и в самом сердце. А Рю... Победитель. И нас с вами поздравляют. Вот мне интересно еще такой вопрос, ребятки. Прошел я аркадный режим. Мне ни хрена не дали очков для того, чтобы я мог купить новых бойцов. Потому что настолько хитрожопые японские ребятки, что они не дают даже тому человеку, который купил игру, они не дают бойцов. Бойцов нужно покупать отдельно, оказывается. Вот, например, смотрите. Мы с вами сейчас зайдем в ростер, и я вам покажу, что можно... Да, ёпыра соте. Я хотел вообще, блин, к бойцам зайти, меня не пускают. Так, апгрейд кит уже в продаже. Журнал сообщений, настройки, галерея и войти. Что-то тут. Короче, смотрите, что мы будем делать с вами. Нам придется повторно войти в аркаду. Но в аркаде уже мы с вами будем разбираться по поводу покупки бойцов. И я вам сейчас покажу, что за херню они учинили. Бойцов здесь достаточно большое количество. Потому что, когда сразу в 16-м году вышел Street Fighter V, их было очень мало. Сейчас их стало много. Ну, я имею в виду не в этом режиме. Не в неправильном режиме я вам показал. Сейчас покажу. Режим, в котором много бойцов. Это вот у нас, получается, Street Fighter Alpha. Мы заходим с вами в Street Fighter Alpha и смотрим количество бойцов там. Потому что с 16-го по 20-й год, текущий год, а я сейчас снимаю в 20-м году. Это у нас на дворе сентябрь, если быть точнее 4-е сентября 2020-го года. Бойцов добавили больше. На самом деле их еще больше, но просто здесь не весь роста представлен. Так вот, к чему это все? Для того, чтобы купить, например, точнее выбрать акуму, мы должны его купить. Для того, чтобы его купить, мы должны с вами заработать какие-то там очки. Очки эти зарабатываются очень-очень долго. И поэтому хитрожопые японцы предлагают нам купить эти очки за реальные деньги, чтобы их не зарабатывать. То есть смотрите, что они сделали. Ты покупаешь игру, а потом ты еще покупаешь очки, если ты хочешь играть всеми персонажами сразу. В общем, маркетологи у них, конечно, шикарные у этих япушек. Так что вот такая вот хрень. И еще вот мне интересно, что сделали именно в этой пятой части. Здесь собрали все части Street Fighter 1, 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter 4 и Street Fighter 5. Собрали в одну кучу и бойцов из всех частей разделили по категориям. Вот это вот тоже очень интересно. И, соответственно, у каждого режима есть своя история, свои бойцы. Вот видите, сколько огромное какое количество бойцов. Вот, например, в том же самом Street Fighter 5. Очень большое количество. Ух ты, смотрите, какие бразильянки с пышлеными формами. И имена у них, конечно, и булки, Лаура, но Лаура нормальная, Юри, Эд, или я даже не знаю, как правильно считается это имя, Ид или Эд. Ну, короче, японцы рисуют просто, конечно, тичат. Это вам не Mortal Kombat, ребята. Ох ты, мамма миа. Посмотрите, какой Джи, боец по имени Джи. Какой-то старикан. Вот нравится мне жиробас, которого зовут Хонда. Хонда, жирный Хонда. Гилл, посмотрите, какой харизматичный дядька. Знаете, кого он мне напоминает? Есть такой блогер на Ютубе. На бабу похож. Ну, короче, дурачок. Красится на стримах. Я чисто случайно, он попал ко мне в рекомендации. Не знаю, правда, почему. Я зашел почитать комментарии. Оказывается, он в рекомендации попадал не только ко мне, но еще там к другим людям попадал. О, Алекс. Помню такого бойца. Рашид. Не помню Рашида. Это, наверное, в пятой части этого Рашида вбили. Какой-то араб. Мика. Чун Ли. Ну, Чун Ли это классика. Это девушка с накачанными ножками. Кен. Это классика. Кэми. Не знаю, такой. Вега. Ну, Вега, естественно. Тоже классика. Такой метросексуал. По имени Вега. Не Кали. Это что за хрен? Колин. А этого как зовут? Гуи. Вега. Он, короче, какой-то американец. Вот такими видят американцев-японцев. Вот, пожалуйста. Так. Холин. Зеку. О, какой. Старикан. Мастер бесконтактного боя. Коди. Поисон. Сет. И еще сет. Лючия. Давайте всех посмотрим. Сагат. Вот этого Сагата я хотел предвести. Но что-то мне не дали. Не знаю. По какой причине не дали мне. Бланка. Это чувак как будто бы из пластилина зеленого сделан. Вот про него я и говорю. Это такой, как бы, типа, дикий человек. Типа зверя. Такое что-то. Вот у него логти такие развились из-за того, что он жил в лесу, наверное, и жрал листья. Поэтому он стал когтистым и зеленым. Ну, когтистым он стал потому, что плоть ел, а зеленым из-за того, что траву ел. Юрейн какой-то. Короче, когда я играл в Street Fighter, было там, ну, от силы, там, по-моему, бойцов 6 или 8. Балрок это боксер. Фанг. Какой-то китаец. У него кимоно, похоже, на покрывало. Халсим это. Йог. Берди это, которого мы обдуцкали. Бизон. Нэш, ну, этих, по-моему, мы смотрели. Или нет, Кэрин? Нет, мы смотрели. Вот, Зангеев. Вот это, конечно, размерчик, скажу я вам, ребята. А вот такими японцы видят русских. По их мнению, русские вот именно так и выглядят, как вот этот вот Зангеев. Давайте попробуем выбрать вот этого Рашида и парочку боев за него сыграем. Мы будем уже закругляться, наверное, на этом. Так, костюмы у него разные. Есть рекламные, спортивные. Ну, давайте мы все-таки возьмем, наверное, вот этот костюм. И посмотрим, что это за кекс такой. Рашид. Хе-хе. Такого же уже Чукчу нарисовали. Интересно, какой у него стиль. Тут же обычно бойцам присваивают разные боевые стили. Кстати, по Street Fighter 5 устраиваются киберспортивные соревнования, если кто-то не знал. Прикиньте. Для меня это было новостью. Когда я узнал, я удивился очень. Ну, смотрите, как этот Рашид классно дерется. Он как-то так с разворотом интересно бьет, что даже если тут комбинаций никаких не знаешь, можно просто в углу вот так вот зажимать тупо и все. Офигеть, да? Смотрите-ка, мне это нравится. Интересно, а он может нечто подобное делать, как вот, например, Кен Ру делает Хадукен? А, вот у него Хадукен есть типа нижний, а это типа еркий. А вот это вот Канбуха. Блин, слушайте, шикарный дядька. Та, все, бабу мы отпинали, она упала и бананы ей на голову сходились. Это типа, я так понял, что такая стадийная, типа стадийная фаталити, типа такого что-то, а-ля Mortal Kombat. Мне нравятся эти лещи здесь, прикольно-прикольно. Вот еще бы, знаете, научиться бы мне делать, ребята, всякие вот эти вот суперприемы. Вот, например, здесь же наверняка, наверняка есть какой-то суперприем, который вот я не могу сделать. Вот, суперприемы сделан, но как вот эти вот задействовать хреновинки сильненькие, которые мигают, я без понятия. Ох, ох, как радуется он, посмотрите-ка на него. Хе-хе-хе. Так, следующий кто у нас будет? Ну, давайте Минат выберем, бабу по имени Минат. Она тоже, кстати, наверное, арабка какая-то, потому что очень-очень похожа она на арабиху. Или арабчанку, арабеску, как, не знаю, как их там обзывать правильно. Блин, прослушал, куда мы полетели, что за страна. Ну, в принципе, по одежде можно понять. Мне почему-то кажется, что это Индия. В Street Fighter 5, так же, как и во всех частях, используют такие вот, знаете, стереотипные боевые места. Вот, например, если вы играете за араба, вы будете на арабском рынке драться. Если вы играете за японца, то вы в японском доджо. Если вы дерете за россиянина, то вы где-нибудь в какой-то братьевской клетке будете. Ну, то есть, такое вот типичное, стереотипное, такие вот боевые локации. Только вот я не знаю, почему россиянин у них это огромный качок, а не... Ладно, промолчу. Хе, блин, не будем братьев-россиян расстраивать. Ну, это Индия, ребят. Это же сразу видно, вон, раджи все-таки сидят на поезде по 300 человек. Ну, короче, типичная Индия. Охо, прикольно, бабу влепили в стену. Ха. Ай. Ап, блин, думала напрыгать будет. Слушайте, мне этот араб нравится. Он знаете, кого он мне напоминает? Он мне напоминает Нуб Сайбота из Мортал Комбата. Если ты не знаешь коронок, там, не знаешь, как драться, играть в Мортал Комбат, то выбирай Нуб Сайбота, и все, и будешь. Просто тупо нажимать на одну там или на две кнопки, и он такие комбинации мутил мощные. Насколько я помню, это просто трындец. Блин, она такая шустрая. Я вот хочу ее кинуть, и все на пол. Получилось кинуть, наконец-то. С двухногие. Как зарядил, паскуде. Все, отдыхай, сволочь. Давайте послушаем, что он скажет. Эй, мне интересно, что за батарейка питает этот хрустальный шар? Где можно такую достать? Следующий боец. Либо Нэш, либо Лючия. Давайте все-таки подеремся с Нэшем. Почему-то за него платят больше очков. Не знаю. Почему за Нэша платят больше очков? Вы мне не подскажете? Не слышу. Так. На какой же локации мы будем драться? И посмотрим, в какую страну полетим для того, чтобы побить Нэшем. Блин. Прослушал опять. Судя по флагу, это что-то похоже на Британию, но это не Британия. А у меня, кстати, стоит белорусский флажок, прикиньте. Я не думал, что в Street Fighter ребятам определяют, во-первых, мою локацию, а во-вторых, дадут поставить белорусский флажок на табличку с именем. А, это же, наверное, эти, блин. Что это такое? Нидерланды, что ли? Или что? Я что-то не пойму. Что, что это? Или какая-нибудь страна, что там, Голландия, шоу, или шоу. Короче, ребята, я не знаю. Пишите в комментариях, что это был за флажок, шоу, шо это было за флажок. Блин, смотрите, он нас отпинал. Ах ты ж, подлый ты, подлый урод. Это знаете все, из-за чего произошло? Из-за того, что я не нубил вот так вот его этими атаками, а из-за того, что я его козла пытался через себя бросить, и поэтому у меня ничего не вышло. Так, а поскольку у нас тут раундов, по два, что ли? Или по три? Или... Непонятно поскольку. А, я понял. Смотрите, короче, если вдруг по какой-то причине я сейчас его обыграю, что, конечно, маловероятно, то тогда нам дадут третий раунд. Все, сейчас мы будем эту суператаку применять. Блин, он уже научился блочить мое это говно. Падла, ну я тебя хоть кину напоследок, козлиная твоя рожа. Убей их, паскуда. Ладно, ребята, не получилось у нас пройти дальше. На этом мы будем видео заканчивать. И послушаем, что нам скажет этот блондинчик. При жизни и после смерти, есть ли твои приемы будут настолько же очевидны, и дальше нам... Они никогда не сработают на мне. Ну да, он сказал нам о том, что он читал просто наше поведение, и поэтому обыграл нас. Все, все, на этом мы заканчиваем Street Fighter V. Попал на мой канал, не думал, что когда-то он попадет. С вами был YouTube-канал Botterbin. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Всем пока!